Рабочие шли с непокрытыми головами, пели псалмы. В руках хоругви и портреты императора. На плечах маленькие дети. Чего бояться? Не бунтовать идут, несут царю-батюшке петицию. Рабочие в России начала 20 века были практически бесправны, работали ежедневно по 12 часов. Зарплата на усмотрение хозяина. Об этом и шли сообщить государю рабочие в надежде, что царь поймет и облегчит их непосильное бремя. Вместо этого на подходах к зимнему дворцу на демонстрацию налетает отряд кавалеристов. Конные гренадеры топчат и рубят толпу. Две сотни солдат дают по безоружным людям пять залпов. По официальным данным в тот день было убито 130 и ранено порядка 300 человек. Духовный лидер демонстрантов, священник Георгий Гапон сказал, у нас больше нет царя, неповинная кровь легла между ним и народом.